Итак, у нас разговор о нишевых культурах, по преимуществу о жаростойких нишевых культурах для Юга России. По вашим наблюдениям, действительно растет интерес аграриев Юга России к жаростойким нишевым культурам. Этот интерес вызван только климатическим фактором или сказывается необремененность пошлинами этих культур. И, наконец, что можно сказать о маржинальности нишевых. Некоторые говорят аграрии, что они сегодня конкурируют на равных с озимой пшеницей, главной продовольственной культурой Юга России и даже с подсолнечником. Вот какие у вас наблюдения, Виталий Анатольевич, пожалуйста. Этот сезон складывается очень интересным образом. Рынок находится в условиях такого форс-мажора, когда у нас закрыты порты на Черном море. По крайней мере, Азовский бассейн. Введены экспортные пошлины. В таких условиях и произошла девальвация рубля. Просто если говорить о нишевых культурах, нужно понимать, какая погода вообще сформировалась на рынке зерна и масла семян. В каких условиях мы входим в сезон и в каких условиях мы будем работать. И поэтому здесь нишевые культуры, эти же растойки, они же в общем форматоре рынка будут находиться в тех условиях, которые произошли. Но с учетом того, что девальвация рубля случилась совсем недавно и внутренний рынок пока никак ее не мог отыграть, У нас сейчас уровень цен на внутреннем рынке в 2-3 раза ниже, чем уровень мировых цен в рублях из-за курса. Потому что стоимость доллара в России перевалила 100 рублей, а цены у нас остались как при курсе 70 рублей. Но со временем это будет отыграно. Но это очень большое конкурентное преимущество на мировом рынке. Мы должны понимать, что и по зерну у нас конкурентное преимущество с таким курсом, и по нишевым культурам шаростойким тоже будет. Но если мы работаем, также надо понимать, что у нас весь мир находится сейчас в фазе инфляции. То, что в США долларовая инфляция уже там превысила 7%, и российская инфляция тоже развивается быстрыми темпами по факту девальвации рубля. Надо понимать, что товары это сейчас лучшая твердая валюта. И поэтому сельхозпроизводители сдержанно продают урожай и стараются просто эти деньги конвертировать сразу в средства производства. И сделать это максимально выгодно. Здесь никто выгоду не ищет. Задача на аграриев продать старый урожай и войти в производство нового урожая. И при этом получить ресурсы по более-менее справедливой цене. Но что касается вот этого курса рубля, доллара высокого в России, то надо понимать, что при экспорте мы имеем конкурентное преимущество перед другими странами. Но при поставке ресурсов в Россию, даже Индия или тот же Китай, у них стоимость ресурсов производства, но в частности там действующие вещества, химия, запчасти, оборудование, оно не будет поставляться в Россию под нашу себестоимость 10 тысяч рублей за тонну зерна. Это должны понимать, потому что уровень цен на пшеницу в Индии, в Китае, это 40-50 тысяч рублей сейчас за тонну. И ресурсы будут поставляться исходя из этих цен. Поэтому здесь то, что мы должны и можем сделать сами, мы должны искать внутренние ресурсы, потому что помощь, что санкционированный Запад вообще не будет предоставлять, а Дружественная Азия будет вынуждена поставлять по тому курсу рубля, который сформирован на межбанковском валютном рынке. И поэтому с ресурсами у нас в этом сезоне плохо, поэтому нужно внимательно отрабатывать технологии, как сохранить урожай, и зато с реализацией по старому урожаю мы, конечно, имеем сейчас конкуренцию из-за курса рубля. Конечно, экспортные пошлины очень много средств забирают у сельхозпроизводителя, но я полагаю, что рынок лишних денег никогда не дает. Рынок либо авансирует аграрное производство, либо изымает, либо авансирует под будущее урожая, либо может изымать средства в периоды низких цен, и потом их компенсировать со следующими урожаями. Я полагаю, что те средства, которые изымают сейчас экспортные пошлины у аграриев, они, конечно, во многом осложнили технологии производства, потому что они не дали средства на те же удобрения, на те же средства защиты растений, на ремонт техники, потому что техника не может без ремонта работать там сезон или два. Мы с дефицитом запчастей столкнемся уже и в этом сезоне, и в следующем. И в этих условиях, конечно, когда даже дружественные страны смогут предоставлять ресурсы по очень дорогим ценам, вот эти экспортные пошлины, они, конечно, сильно много забирают денег из сельского хозяйства. Ну и в то же время в условиях, когда зерновой рынок сейчас в фазе ужесточения находится, ну и в основном политическими мерами, там все это регулирование происходит, нужно понимать и ждать своего экспортного окна. Вот при урожае 22-го года, какая будет складываться экспортная конъюнктура, будет выгодно ли сразу продавать урожай или выгоднее будет, или экспортное окно появится позже. Но как бы то ни было, с урожаем 22-го года нужно внимательно подходить и по его качеству и количеству и обеспечить должные условия хранения. Потому что в условиях санкций, в условиях регулирования рынка экспортное окно может появиться не сразу, или оно как бы может быть во второй половине сезона, это будет выгоднее экспортировать. Ну а внутренний рынок, он будет отыгрывать вот эту девальвацию рубля и постепенно идти к мировым ценам. Но это не одномоментное такое будет действие, это растянется во времени. И все знают, что Центробанк России оставил ставку 20% без изменения, и при этом глава Центробанка Эльвира Набивулина говорила о том, что Центробанк не рекомендует регулирование, ручное регулирование цен на рынке, потому что это будет дефицит, это будет снижение качества, и это осложнит адаптацию российской экономики к новым условиям. Поэтому так или иначе мы будем двигаться в сторону мирового рынка, но на это требуется временной период. И поэтому экспортные цены, они, конечно, более привлекательны в этих условиях. И нам нужно будет рассматривать и экспортные варианты реализации, и поставки на внутренний рынок. Но там на внутренний рынок, конечно, цены не будут расти так быстро. И занимаясь вот этими жаростойкими нишевыми культурами, надо также понимать, что, например, если мировой рынок пшеницы, это там 200 миллионов тонн, или кукурузы такие большие, то рынки малых культур, они там могут насчитывать миллион, полтора, два миллиона. То есть на порядок меньше. Да, да. Например, Сорго, вот есть такой сайт, который показывает объемы экспорта по разным культурам, по всем кодам ТНВ, между странами, да, мировой торговли. Что я посмотрел? Вот Сорго, просто пройдусь. Мировой импорт около полутора миллионов тонн, а экспорт в среднем за три сезона из России экспортировано там 16 тысяч тонн. Всего-навсего. Цена 300 долларов была, вот, 300 долларов умножаем на 100 рублей, да, это 30 тысяч получается. Проса 36 600, но что-то всего по миру там 150 тысяч тонн импорта проходит по тому сайту. Нут 3 миллиона, чечевица 5 миллионов. Но это не те объемы, которые по пшенице, да, там по кукурузе, по традиционным культурам, горчица 260 тысяч, вот, сафлор 60 тысяч, лен около миллиона тонн, вот, и из миллиона тонн Россия почти 400 тысяч поставляет на мировой рынок. То есть надо понимать, что в нишевых культурах мы будем встречать конкуренцию с другими странами, вот, если мы в этом году хорошо продали твердую пшеницу, а Канады практически не было на рынке, потому что у нее была засуха, и она производит, то есть экспортирует 5 миллионов тонн твердой пшеницы Дурума на мировой рынок, то как бы в этом сезоне мы уже будем встретим, встретимся с ее конкуренцией. Но за счет курса рубля, конечно, у нас есть конкурентное преимущество. Просто я говорю к тому, что если сельхозпроизводители собираются заниматься нишевыми культурами, то, конечно, нужно это производство делать уже под конкретного потребителя. То есть надо понять, будет ли производитель работать сам на экспорт, и ему нужны мировые импортеры этой продукции, либо он будет работать с российскими экспортерами, которые этот вид продукции экспортируют, и они находятся там в листинге, в рейтинге ведущих экспортеров. То есть вопросами рынка нужно заниматься до производства и согласовывать условия поставки, может быть, параметры качества уточнять и так далее. Что касается маржинальности по нишевым культурам, то как бы здесь действуют, уже сложились условия валового продукта за гектара. И что у нас получается, как бы пашня во всем мире работает под разными культурами с определенной величиной валового продукта за гектара. Если культуры, какие-то культуры не обеспечивают этот валовый продукт за гектар, потому что любая культура, она в силу обороте, и по сути надо содержать все хозяйство аграрное. Если культура не обеспечивает низкий валовый продукт, то она может просто выпасть из севооборота. Или доля площадей этой культуры будет очень маленькая. Я могу включить вот свою табличку, чтобы вы... Давайте, давайте. ...демонстрацию экрана. Так видно, да? Да, да. Вот центральная табличка, вот эта, валовый продукт пашни основных стран. Вот она на 28 февраля сделана. Просто вот хочу, чтобы посмотрели, в каких диапазонах сегодняшних цен работают сельхозпроизводители разных стран. Вот верхние у нас и зерновые, и масличные. Если в России это в мировых ценах валовый продукт, мировые цены, они одинаковые для всех стран, потому что все страны-экспортеры, и уровень мировых цен равный для всех. Ну, с учетом их объемов производства, структуры производства, что они производят, зерно или масличные, с урожайностью, рассчитан валовый продукт с гектара. Эти данные по урожайности, объемам производства представляет Минскеход США по всем странам. А мировые цены, это я веду. Вот перемножаем в среднем зерновых и масличных, в мире это 150 почти тысяч рублей на гектар, в России это 100 тысяч, в Казахстане 38 тысяч, поэтому Казахстан всю планету накормить и не может. Но в основном, как бы у главных экспортеров, это от 150 до 200 тысяч на гектар. Ну и здесь ниже табличка, это зерно отдельно, и ниже табличка, это масличные. Так вот, все эти маржинальные, то есть нишевые культуры, они как бы тоже должны показывать валовый продукт гектара. Я не говорю, что прям такой же, но не хуже. То есть у нас эти культуры могут уйти в красную книгу или вообще уйти из севоборота, если они не будут получать сравнимый валовый продукт с гектара. То есть понимаем, что если где-то в пределах двух тонн урожайность, то цена как бы должна быть в районе 70-80 тысяч рублей за тонну этих же растойких культур. Ну вот, например, цены экспортные, да, если, ну, чечевицы, это больше тысячи долларов уже, но урожайность, она же не две тонны за гектар, да, там тоже на уровне тонны. Поэтому как бы эту цену умножаем на урожайность и получаем то, что мы в рублях валовый продукт. Поэтому ценообразование на все культуры с низкой урожайностью, они должны строиться. А вот их производство очень незначительное. Они не могут аграрный комплекс России вытянуть за уши. Потому что если мы будем только нишевый продукт, нишевую культуру производить, мы их никуда не продадим. Вот. Доля их и площадь их мизерная. Вот. Но, тем не менее, валовый продукт по нишевым культурам должен быть сопоставим с производством зерна и масла семян. Исходя из того, что география регионов очень разная в России, от Сибири до Черного моря, то, соответственно, уже как бы нут научились там Саратовская область сеет, Волгоградская область сеет. Казахстан вообще очень сильно льна площади увеличила, потому что урожайность яровой пшеницы там низкая. Вот. Стоимость яровой пшеницы тоже маленькая. Вот. А льон при низкой урожайности хоть дорого стоит. Поэтому все эти нишевые культуры, они уже вписались все в оборот. В странах бывшего Советского Союза и как бы каждый регион их возделывает в своих площадях. Да, интерес к ним есть, интерес к ним будет, но с рынками этих культур надо работать. И те объемы экспорта, которые сейчас у России есть и сложились, это далеко как бы не все возможности, да, потому что надо работать с мировым рынком, надо искать связи в различных странах, отправлять контейнерами продукцию, потому что она, ну, как бы более высокой стоимости и контейнерные отправки от двери до двери будут оправданы. То есть потребуются еще годы на то, чтобы развивать связи на мировом рынке и увеличивать производство, увеличивать отгрузки этих культур. Поэтому, как бы, условия сложились, складываются в этом сезоне хорошие для экспорта зерновых и масличных нового урожая. Но главное условие, это, конечно, валютное преимущество на мировом рынке. Ну и стоит использовать, как бы, непокрытие экспортных пошей на отдельные культуры. И для того, чтобы аграрный сектор как бы увеличивал их производство, но тут же нужно заниматься и рынком этих культур. Как бы вот так. Ясно. Да, спасибо, Виталий Анатольевич. И вы знаете, я вот обратил внимание из вашего рассказа, что экспортное окно, важный момент в этой ситуации, в которой мы оказались. И по нишевым культурам тоже надо будет учиться их придержать. Мы же научились хранить в основном озимую пшеницу до пиковых цен, научились держать подсолнечник. А вот с нишевыми культурами у них много своих особенностей по хранению. Это тоже важно научиться делать, если таким образом выходить на выгодные цены. Плюс, конечно, переработка. Вот и лен, и нут, скажем, чечевица. Сейчас появились заводы, которые перерабатывают, уже крупами продают за границу. И вот это направление, ну, понятно, что объемы невелики. Скажите, а что думаете по отмене пошлины? Вот вроде бы сейчас Россия очень нуждается в валюте. А для того, чтобы больше продавать пшеницы, кукурузы, ячменя и других культур, которые оказались подпошленными, надо, наверное, создать условия более выгодные для реализации. Или как? Какой у вас прогноз? Есть надежда? Нет, я же не чиновник, я же не сижу там в Думе. И мне никак не влияет. У меня есть свое четкое мнение по этому поводу. И оно удивительно, что совпало с мнением главы Центробанка Лиры Набиулиной, которая сказала, что нельзя вводить ручное регулирование цен. А экспортные пошлины как раз это и делают. Но на практике, понимаете, рынок зерна не работает по учебникам. И экономика давно не работает по учебникам. Потому что сейчас экономика, она вся в санкциях. И люди ждут от рынка одно, а на деле получается другое. Цены экспортными пошлины на внутреннем рынке мы не сдержали. Сейчас происходит не рост цен, а происходит переоценка. Потому что рубль потерял свою стоимость. Естественно, за этой переоценкой не поспевают социальные слои населения. Вот и все. Просто мы не можем сейчас резко вырастить цену, то есть увеличить цену. Но входить в новое производство аграрим нужно. Доступна ли всем государственная поддержка, это не факт. И те же льготные кредиты, они не на всех хватают ресурсов. Даже то, что выделяется, кто-то получает, кто-то не получает. И агрария вправе себя защищать ценами рынка, которые авансируют новое аграрное производство. Вот в том, что рынок сегодняшними ценами авансирует, урожай 2022 года, это факт. И в истории так делалось много раз. Но то, что наш Минсельхоз изымает этот аванс, государство изымает, это обязательно скажется на технологиях аграрного производства. И мое наблюдение, поскольку уже на рынках много занимаюсь и слежу за ними, западные страны не занимаются регулированием рынка, потому что это бестолковое занятие. Ничего путного там никогда не получалось. Это практика губительная. И она просто там уже давно от этого отказалась. Мы, россияне, еще в это верим, что рынок можно регулировать. Экспортными пошлинами сделать цены на пшеницу 10 тысяч за тонну. Да, но ресурсы, как я говорил, Индия, Китай будут нам поставлять из цены 50 тысяч за тонну. Вот. И где выход? И это то, что у нас цена внутреннего рынка в три раза ниже, чем мирового, это наши проблемы, а не Китай и Индия. Даже если они это не санкционные страны, они будут с нами сотрудничать. Поэтому как бы и потом вот это занижение стоимости ресурсов в России, это вообще как бы обесценивание страны, такого это путь в никуда. Вот. И экспортные пошлины то, что сейчас происходит переоценка и масложировая промышленность тот же эмальцев много как бы приложил сил для политики, для экспортных пошлин на подсолнечник, потом на масло и в конце концов счастливее они жить не стали. И рынок регулируется монетарными законами, а не ограничительными мерами. И если сейчас рубль обесценивался в два раза, ну там с 70 до 140 вылетал, то никакие пошлины не заставят аграриев выйти из товара, продать и ничего не купить, никаких ресурсов. Потому что сейчас проблема с семенным материалом, проблема с запчастями, кто-то не поставляет. Выйти из товара, продать его по 17 рублей, зерно, не купить средства производства и в результате стать банкротом. Никто сейчас не думает о выгоде, в том числе аграрии. Экономика поставила такие условия. Они просто хотят остатки старого урожая, поменять на ресурсы производства, делать справедливый обмен и вступить в производство нового урожая. Экспортные пошлины, они, конечно, своей задачи не делают, они просто регулируют потоки. у нас получается олигополия экспорта, мы к ней пришли, которая сейчас работает по квотам, а многим участникам рынка эти квоты недоступны. И со временем вот это все регулирование рынка, его же не могут в этом регулировании не могут работать там малый и средний бизнес. И у нас количество участников зернового рынка будет сокращаться в этом сезоне очень сильно. И дальше мы получаем олигополия со всеми условиями и последствиями, так сказать, для зернового производства, которые будут диктовать условия. Масложировая промышленность, она уже сейчас олигополия и пытается диктовать свои условия, но все-таки причины, монетарные причины рынка, они даже как бы под эту политику сельхозпроизводители не идут. В те условия, которые им созданы, и то, что аграрии сейчас должны по 30 тысяч подсолнечник сдать. Например, на бирже в ЮАР подсолнечник торгуется в пределах. Вот сегодняшняя таблица, срочный рынок 7, 7, 82 тысячи, 85 тысячи. Вот подсолнечник в ЮАР торгуется. Просто вот эта таблица срочный рынок экспортеров зерна, масла, семян, переработки. Здесь мы видим пшеницу в долларах. Вот в долларах она будет снижаться, конечно, к 2023 году. Вот зеленые это максимальные цены, красные это минимальные цены. Но у нас фактор ослабления рубля, это срочный рынок московской биржи, которым регулирует Центробанк России. Мы видим, что на конец 2023 года у нас где-то курс 130, а сейчас 100. И так сказать, снижение в долларах мировых цен будет частично компенсировано ростом курса доллара в России. А это ни много, ни мало, со 108 до 130, ну там 25-30%. И вот, что в рублях получается. Мы видим, какой уровень мировых цен. И поэтому ждать на российском рынке какого-то сильного провала к новому урожая. Новый урожай однозначно будет дороже текущих цен, которые сейчас есть на рынке. И вот он фьючерсный сценарий на графике. Посмотрите, пшеница с квадратиком это пшеница в рублях, а с кружочком это пшеница в долларах. В долларах правая шкала, рубли левая. Мы видим, что в долларах, да, это все снижается, но ослабление рубля, новый виток ослабления рубля в четвертом квартале, он как бы цены поднимает. И просадка у нас по пшенице у экспортеров ниже 40 тысяч зерно нового урожая на мировом рынке не купить. Поэтому и по кукурузе то же самое 35 тысяч мировая цена и идем вверх. Вот. Ну это здесь вот по сои и по рапсу. Сой у нас вообще в боковом коридоре в рублях в районе там 70. Она не падает, не растет. Это сигнал на то, как будет себя чувствовать рынок маслосемян. Рапс спекулятивный. Рапс снижается, но в следующем сезоне, а это вот с 22 года с июля по июнь 23 мы видим, что рапс на мировом рынке 90 тысяч. Минимальная цена потом до 95 растет. И только через сезон там ожидается снижение. Не факт. Ну и вот у нас курс рубля к доллару. Это срочный рынок. Вот так такой курс предполагает у нас показывает московская биржа по контракту по фьючерсу на доллар-рубль. Поэтому никакого падения цен я не вижу с нового урожая. Снижение будет ограничено. И дно мирового рынка гораздо там в два раза выше текущих цен, которые сейчас у нас есть. Ясно. Ясно. Да, интересно. Виталий Анатольевич, спасибо вам за комментарий, за прогнозы. Приятно было пообщаться с вами. Да, я вот просто хочу посмотреть на слова Набиулины. Вот верхняя строчка. Важно не вводить ручного регулирования цен. Их искусственное сдерживание неминуемо приведет к дефициту снижению качества продукции. Административные меры регулирования замедят скорость адаптации экономики к новым условиям. А новые условия показывает вот эта таблица срочного рынка. И поэтому экспортная пошлина, конечно же, это большая проблема на пути адаптации. Просто нужно будет работать на два рынка. Есть рынок мировой и есть внутренний. И внутренний будет подстраиваться в течение сезона к новым условиям. Все, спасибо за внимание. Спасибо, удачи вам.